привет друзья меня зовут саша демьяненко это мой кулинарный канал cooking time за кадром снова император алексия оператор император алексей привет алексей привет готовим сегодня простой завтрак обед закуску очередная версия ленивого киша что это фрита то личная запеканка омлет как хотите так и называйте в любом случае это очень вкусно достаточно быстро все готовится и просто сейчас все покажем как всегда следите за руками поехали подготовим сковородку я буду и жарить и запекать свою фрита то свой ленивый киш омлет в одной посуде для того чтобы запекать нужно разогреть духовку до 200 градусов сразу разогреваем духовку режем небольшими ломтиками бекон не мельчим большому бекону и все равно сейчас весь вытопиться и чтобы хоть что-то от него осталось на сковородке сковородка чугунная сковородка чугунная да и ее можно ставить в духовку это важно если у вас сковородка которую в духовку поставить нельзя то жарите запекать приходит придется в разных посудах жарить на сковородке а запекать все в форме которую вы отправите духовку бекон сразу выкладываю на сковородку я вот так разбрасываю равномерно по дну распределяю потому что сильно там чтобы ничего не волтузить особенно первое время жира беконе достаточно для того чтобы он вытопившись сам сам себя на себе пожарил хотел сказать что сегодняшний омлет киш фритата будет с тремя шах шампиньонами шпинатом а 3 шаха как ты думаешь что вы думаете бекон шагом 3 шаха будет шептать бекон когда будет шкворчать на сковородке на сковородке на сковородке и сразу порежу и грибы у меня шампиньоны кремени такие мини портабелло я их уже ополоснул и просушил бумажным полотенцем чтобы грибы были максимально сухие потому что чтобы жарили мы не воду а грибы и самые красивые вот так вот вот эти срезы пока оставляем в сторонке мы их потом будем использовать для украшения я люблю использовать именно шампиньоны кремени потому что мне кажется у них более насыщенный грибной вкус прям вот крупные ставлю не мельчу потому что опять же грибы ужарятся и сильно уменьшится в размере на сковородке как и бекон как и шпинат вы добавляете много всего получается мало на сегодня такой формат видео полу влоговый но или как раз удобно для таких блюд которые одновременно являются быстрый быстрым обедом завтраком или ужином сыр натер на мелкой терке чтобы потом тоже этим не заниматься чеснок мелко-мелко порубил подготовил здесь тимьян соль перец с шпинатом я ничего не делал он чистый у меня красивый молодой baby шпинат такой совсем маленький детский ребеночек его не нужно не резать ничего с ним не нужно дополнительно проделать можно сразу его готовить или есть вот так если у вас шпинат уже далеко не ребенок со стариной тогда можно предварительно дополнительно порезать как-то измельчить перемещаемся к плите с беконом ставим сковородку на средний огонь и все теперь нужно как-то не дистурбируем не беспокоим бекон в течение какого-то времени должен начать вытапливаться жир он должен начать пожариваться только потом мы его немного так перемешаем и доведем до состояния золотистой корочки вот третий шаг мне кажется что это один из самых вкусных звуков шкварчащий бекон и запахом и запахом пошло поехало бекон начал золотиться теперь уже можно его переворачивать не жарим его дома такого до полностью хрустящего состояния слегка золотистым стал добавляем чеснок быстро-быстро перемешиваем то что здесь все очень горячо чтоб чеснок не сгорел и добавляем грибы как вкусно запахло бекон чесноком неприлично перемешиваем добавим сливочную нотку кусочек сливочного масла пошло растапливаться сливочное масло и аромат совсем какой-то туда тимьян я с веточек срываю листочки не веточки бросаю туда а именно зеленые листики дожидаемся когда грибы под обжарятся видите уже золотистый цвет появляется на них а добавлять шпина и потихонечку шпинат со всем этим перемешиваем тоже шпинат не ужариваем ву смерть просто нам нужно его немного вот так вот прихватить равномерно сразу все распределяем снимаем с огня я дополнительно ничего не солил бекон у меня соленый но попробуйте можно добавить немного соли пока это в сторонку вот сюда красиво на солнце да все заиграло снова добавляем немного солнца в чашу сметану просто со сметаной мне кажется кисловата поэтому я добавляю еще немного сливок щепотку мускатного ореха черного молотого перца соли перемешиваем немного взбивая можно яйца было бы добавить сразу туда я их под 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 забью отдельно тоже добавляю немного соли хорошенько перемешиваем возвращаемся к сковородке и заливаем взбитой яично-сливочной смесью и слегка подмешиваем ложкой если хотите чтобы омлет фритата киш сильно не опадали после того как достанете из духовки можно добавить туда немного муки или кукурузного крохуала я не добавляю и сверху щедро посыпаем натертым сыром распределяем отправляем сковородку в духовку разогретую до 200 градусов и температуру в духовке сразу уменьшаем до 185 градусов запекаться омлет фритата ленивый киш будет где-то 25-30 минут следите он должен подрумяниться подрасти ну в общем стать аппетитным и проготовленным ну а пока у меня будет время подготовить вот эти вот грибы которые пойдут для украшения сверху ставим сковородку на средний огонь бросаем кусочек сливочного масла туда ожидаемся когда масло зашипит и выкладываем туда эти вот ломтики грибов немного их сливочном масле подрумянить таймер известил о том что пора к духовке мне кажется лучший таймер это нос пахнет просто вообще сумасшедший аппетит разыгрался какая красота посмотри я прям оторваться не могу понятная дело что сейчас все подопадет немного но менее вкусно и менее ароматно от этого никак не станет вообще обалдеть сверху набросать эти красивые румяные ломтики грибов веточки тиньяна да и ароматно как на солнце это красиво все сияет божечка как это вкусно это очень вкусно пока она еще такая прям горячая с пылу с жару очень вкусно как ты там держишься держусь ну друзья традиционно список всех ингредиентов вот там в описании под видео но можете подстраивать его под себя чего-то больше чего-то меньше экспериментировать как всегда могу остановиться лайки не забывайте ставить под видео комментарии пишите впечатлениями делитесь идеи подкидывайте подписывайтесь подписывайтесь на канал да если еще не подписались все как всегда и всем страшнейшим надо вот прям сейчас что там у вас завтрак обед ужин не важно это хорошо в любое время а пока император алексей не умер там с голоду не упал в голодный обморок я завершаю на сегодня наше видео с вами был саша за кадром алексей оператор император и что там еще cooking time пока пока вот и вот и вот и